Порой мы такие же. Мы думаем, я занят. К тому же от него плохо пахнет, он в крови. Таким обычно помогает церковь. Это ее забота. Иисус говорит, ты и есть эта церковь. Тебе нужно быть церковью. Я ищу того, кто будет ближним. Дело не в нас, а в нашем отношении к окружающим. Это и есть истина. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор, неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Кто из вас вырос на программе «Соседство мистера Роджерса»? Чьи дети сейчас смотрят новую версию «Соседство» Дэниела Тайгерса? Я говорю своим детям, раньше все было иначе. Я рос, когда кабельного ТВ еще не было. Мы смотрели канал PBS, единственный доступный нам канал, но мультфильмов там не было. Видя мистера Роджерса, я думал, опять этот мистер Роджерс. Но сидя у экрана, я смотрел, как перчаточная кукла-носок рассказывала о доброте и о том, как справляться со своими эмоциями. Как думаете, миру пригодилась бы еще серия мистера Роджерса? Нам точно стоит поучиться у этого мистера, что мир нуждается не в информации. Миру нужна доброта. Нам нужно быть добрыми, потому что так заповедал Господь. Это его главная заповедь. Он не заповедал нам составлять впечатляющие проповеди или накопить большой багаж знаний. Главная его заповедь — любите друг друга. Мир увидит, что вы — моя церковь. Если вы будете любить друг друга, любовь — это не просто мысль, это действие. Любить — это глагол. Поднимитесь сейчас, потому что мы — семья, а не толпа людей. Проявим любовь тем, что поднимем руку соседа. Я не хочу быть один, и поэтому приглашу на сцену несколько человек. Добро пожаловать. Сделаем на этот счет три. Давайте, церковь. Раз, два, три. Я здесь не случайно, у меня есть предназначение. Мое сердце открыто, мой разум готов принимать, потому что Бог не закончил во мне свою работу. Мои лучшие дни впереди. Я победитель, потому что во мне живет Иисус. Обнимите кого-нибудь, дайте ему пять и скажите, будь моим ближним. Ты будешь моим ближним? Отлично. Что ж, добро пожаловать. Добро пожаловать. Если у вас есть Библия, откройте 10 главу Луки. Мы поговорим о том, что значит быть ближним, и почему это послание так необходимо услышать миру. Здесь сказано о человеке-эксперте в вопросах богословия. Он изучил все, что касается Бога. Встретившись с Иисусом, он спросил, учитель, «Что мне сделать, чтобы пойти на небеса? Что мне сделать, чтобы обрести вечную жизнь с тобой?» И с ангелами не пойти в ад. Иисус спросил, «В законе что написано?» Юнуша ответил, «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой, и всей крепостью, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал, «Ты правильно ответил, «Динь-динь-динь, верно, делай так, и пойдешь на небеса, и будешь жить вечно». Но законник хотел оправдаться и спросил, «А кто мой ближний?» Давайте вместе скажем, «Кто мой ближний?» Иисус начал рассказывать историю. Представим, что мы у мистера Роджерса и разыграем эту сцену. Джейси, «Ты мне поможешь?» Один человек шел из Иерусалима в Ерихон. Он спокойно шел, как на него вдруг напали грабители. «Грабители?» «Действуйте!» Они повалили его, избили, сорвали с него одежду. Это можно не делать, мы же не в церкви. У него забрали деньги, айфон. «Заберите айфон». «Он так крепко его держит?» «Не оставляйте ему телефон». Человек был почти при смерти. Другими словами, он оказался мертвым, но он еще был жив. В нашей жизни есть люди, которые кажутся мертвыми, но еще живы. В вашем районе наверняка есть дети или подростки с суицидальными мыслями или депрессией. Они кажутся еле живыми, но они ждут того, кто вдохнет в них жизнь. Они ждут церковь, которая останется с ними. «Я вижу тебя. Мне не просто тебя жалко. Вокруг вас есть еле живые люди. Они совсем рядом, на вашем этаже, в вашем районе, в вашей церкви, в кафе. Они ждут того, кто подойдет и увидит их». И вот что случилось. Той же дорогой шел священник. Пастор Дэвид, будете священником. Вы молитесь и слушаете проповеди и мои, и епископа Джейкса. Увидев лежащего человека, вы думаете, надо послушать еще проповедей и самому подготовить проповедь. Священник прошел мимо. Проблема вот в чем. Священник должен был остановиться первым, но Иисус хотел показать этим, что мы еще заняты только мыслями о служении, вместо того, чтобы служить своим ближним. Мы чаще слушаем проповеди, чем воплощаем их в жизнь. Затем шел левит. Терри, будешь левитом? Женщины тоже могут проповедовать и быть пасторами. Терри, ты идешь домой после библейской школы. Ты говоришь, для Бога, в тебе живет Слово, ты слушаешь Кари, поклонение Хегельсон, поклонение Церкви Победа. Ты бодро идешь по этой дороге, но увидев человека, который взывает о помощи, ты проходишь мимо. Мне кажется, что порой мы такие же. Мы думаем, я занят, к тому же от него плохо пахнет, он в крови. Таким обычно помогает Церковь, это ее забота. Иисус говорит, ты есть эта Церковь, тебе нужно быть Церковью. Мы думаем, есть отдельные служения, пусть ему помогает команда пасторов или служение милосердия. Пусть помогут Пол и Эшли или пастор Марк, но Бог говорит, мне нужен ты, я ищу того, кто будет ближним. Дело не в нас, а в нашем отношении к окружающим. Кажется, что мы порой слишком заняты, слишком эгоистичны. Часто осуждаем людей и не видим рядом тех, кого Бог призвал нас любить. Наконец идет самарянин. Стефан, будешь самарянином? Не помогай ему пока, я должен пояснить. Самарянин не пастор, он не трудится в церкви, он не проповедник, он бизнесмен. И он не общается с иудеями. Самарянин и иудеи, два разных племени, они не разговаривают, не проводят вместе времени, не любят друг друга. Самарянин направляется домой после бизнес-встречи. Он торопится домой, поскольку там его ждут дела. Но вдруг он видит на дороге избитого иудея. Ему стало жалко этого человека. Им движет жалость и сострадание. Он поднимает его и усаживает на осла. Мне нужен осел. Ладно, я буду ослом, я не против. Скажите соседу, Бог действует и через ослов. Порой вы тоже как осел. Итак, осел отвез раненого в гостиницу. Мне слегка неудобно. Давайте здесь закончим. Паплодируйте, пожалуйста. Да, порой приходится изображать осла. Но вот над чем я задумался. В гостинице раненого приютили и всячески заботились о нем. И я услышал, как Бог сказал, «Гостиница — это церковь». В этой истории гостиница такова, какой должна быть церковь. Церковь — это не яхт-клуб. Мы не члены клуба. Мы не церковь ради церкви. Мы не церковь для уже исцеленных. Мы церковь для разбитых и сломленных. Мы госпиталь для раненых. Приносите сюда изможденных и уставших. Мы церковь, которая достигает бедных, больных и черных. Азиатов и латиносов, молодых и старых, людей любой ориентации, грешников и святых. Мне все равно, как вы сюда пришли и откуда вы пришли. Добро пожаловать! Когда мы достигаем кого-то, это тоже семья, которую дает нам Бог. Та женщина сказала во время похорон членам своей семьи, которые меня не знали, «Это моя дочь от Бога». Моей мамы не стало, бабушке не стало. Я не осознавала, что в ком-то нуждаюсь. Быть ближним значит сказать, можешь мне все рассказать. Если с тобой что-то не так, это нормально, так бывает. Знаете, вы можете прийти в нашу церковь. У нас не маскарад каждое воскресенье. Снимите свою маску и костюм. Придите таким, какой вы есть. Если с вами что-то не так, не беда, но знаете, вы можете прийти, когда вам плохо. И мы помолимся, чтобы у вас все наладилось. Джейси, у тебя есть отличная история. Недавно у вас было свидание. Что произошло? Расскажи, пожалуйста. Да, у нас с женой было свидание. Мы приехали в центр города. Вышли из машины и направились к ресторану. Увидели бездомного. Бог всегда ставит на моем пути таких людей. Многие люди проходили мимо него, не обращая внимания. Я сказал жене, «Иди за столик, я приду через минуту». Я остановил этого человека и спросил, как он стал бездомным. Он рассказал, что он ветеран боевых действий. После возвращения из армии ему было сложно вписаться в общество. После череды печальных ситуаций и обстоятельств он оказался в этом темном месте. Тогда я спросил, «Ты хочешь быть бездомным?» Он сказал, «Нет». Я сказал, «Давай верить, что у тебя будет дом». Я пригласил его в церковь. Я мог послужить ему и помолиться с ним вместе. Но также я дал ему несколько практических шагов. На одной из моих визиток было исповедание Победы. Я дал ему визитку и сказал, «Читай это исповедание каждый день по несколько раз. Произноси эти слова от всего сердца. Называй несуществующее как существующее. Если ты будешь так делать, я верю, то при следующей нашей встрече ты уже не будешь бездомным». Это была прекрасная возможность послужить. Я обнял его. Он плакал на моем плече. Затем я пошел к жене ужинать. Это было около полугода назад. Четыре недели назад мы с женой отправились в тот же ресторан. Идя по той же улице, я услышал, «Джейси, Джейси!» Я увидел этого человека. Я сказал жене, «Иди за столик, я буду через минуту». Этот парень подбежал ко мне в слезах и подозвал мою жену со словами, «Дорогая, это он, это он! Это тот, кто помолился за меня, кто сказал, что при следующей нашей встрече мы уже не будем бездомными». Этот парень плакал у меня на плече и говорил, «Я сделал все, как ты сказал». Я читал это исповедание Победы, я больше не бездомный. Пока я служил этому парню и обнимал его, я размышлял. Он плакал у меня на плече в центре города, а я думал, «Этот парень не просто обрел дом, полгода назад он обрел надежду». «Очень часто мы настолько заняты своими делами, настолько поглощены своими заботами, днем и ночью наша занятость так ослепляет, что мы упускаем важные моменты. Каждый день, днем и ночью, вы встречаете на работе, в своем доме, на улице людей, которые в чем-то нуждаются. Не пренебрегайте даром». Прекрасно. Хочу задать вам вопрос. Что мешает мне? Что мешает нам с вами быть ближними? Что нам мешает быть ближними, которыми призвал нас быть Бог? Первое, это о чем сказал Джей Си. «Мы слишком заняты». У кого из вас плотный график? Да, у меня тоже. Четверо детей, деятельность пастора, занятость в церкви, школа, дел много. Но порой мы настолько заняты, что не видим перед собой людей, которым нужно помочь. И это может быть первый шаг, после которого Бог сотворит в вашей жизни что-то новое. Однажды я услышал историю об успешном бизнесмене. Он ехал домой на своей совершенно новой машине через бедный район города, сплошь застроенный квартирными комплексами. Это был самый бедный район города. Затем проехал мимо маленького мальчика. Он кричал «Стой!». Успешно бизнесмен притворился, что не видит его. Но вот проблема. Впереди на светофоре горел красный. Мужчина остановился. И тут что-то ударило по его новой машине. Мужчина выпрыгнул из машины, увидел кусок кирпича и большую вмятину на кузове. Он посмотрел на этого мальчика и крикнул ему «Малолетний разбойник». «Ты за это заплачешь». Мальчик расплакался. «Простите, простите». Моя мама лежит там, в квартире, умирает. В нашей квартире. Отключили телефон. И уже 15 минут я пытаюсь остановить хоть кого-нибудь. Мне пришлось сделать это, чтобы хоть кого-нибудь остановить. «Отведите меня в тюрьму, но сначала, пожалуйста. Вызовите врача моей маме». Мужчина сказал «Я врач, где твоя мама?» Ему стало очень стыдно. Он вошел в квартиру, сел на пол и провел реанимацию. Мальчик спросил «Моя мама будет жить?» Мужчина вызвал скорую и сказал «Сынок, твоя мама будет жить?» Мальчик ответил «Значит, это того стоило?» «Ведите меня в тюрьму». «Мне очень жаль». Мужчина сказал «Ты не поедешь в тюрьму. Я позабочусь о тебе». Он позаботился и о мальчике, и о его маме, и заплатил за все, в чем они нуждались. Он специально не стал выправлять вмятину на своей новой машине. Он хотел смотреть на нее каждый день и говорить «Бог, помоги мне не быть настолько занятым, чтобы тебе, дабы привлечь мое внимание, пришлось бы бросать камень в мою машину, чтобы я проявил сострадание к своим ближним». Бог шепчет нам. Он шепчет в наши сердца. «Остановись, позаботься об этих людях». Вторая схема. «И помеха». «Мы эгоисты». «Часто говоря, в стане христиан много эгоцентризма». Я не утверждаю, что по этой причине мы отправимся в ад. Я говорю, что мы не видим людей. Возможно, на этой неделе мне нужно кому-то помочь. Иман, у тебя есть хорошее слово. Где сейчас находится ваше общество? Очень просто быть сфокусированным только на айфоне, опустив глаза. Если вы выйдете на улицу и посмотрите вокруг, все идут, глядя в телефон. Все листают бесконечные страницы, рассматривая жизнь других людей. Вы пролистываете страницы жизни своих ближних, вместо того, чтобы принять в них участие, принять участие в их жизни. Точно. Да, мы все можем это изменить. Я думаю, очень важно не фокусироваться на том, что происходит в наших телефонах, а поднять взгляд и посмотреть. Мне нравится, как сказано в слове, «поднимите глаза и посмотрите, настала жатва». Да. Да, и я хочу признаться, что какое-то время назад я приняла решение убирать телефон и обращать внимание на тех, кто меня окружает. Бог открыл мне возможности делиться Евангелием. Я увидела, как люди получают спасение, когда стала убирать телефон. Я открыла глаза, чтобы видеть окружающих. И я хочу вдохновить вас, вас всех, сделать простой шаг, просто назвать кого-то по имени. Если вы в кафе, посмотрите на бейдж человека и заговорите с ним, «Привет, Джо, я рада познакомиться. Как проходит твой день?» Вы делали так и в пиццерии. Вы не знаете, к чему приведет такой разговор. Он может привести к вечному решению принять Иисуса. Кейли, что сказал тебе Бог, когда ты сюда пришла? Когда я пришла в церковь, я дружила в основном с молодежью. Поэтому я решила ходить на служение в 9 часов утра. Я села рядом с 90-летней женщиной. В тот день она помолилась за меня так, словно давно меня знает. Я решила всегда сидеть вместе с ней. Последние три года на том ряду, где я сижу, все старше меня лет на 30. Я зову их «Мои золотые девочки». Как? Золотые девочки? Да, мне нравится это шоу. В любом случае, у нас потрясающие отношения. Мы молимся друг за друга, вдохновляем друг друга, пишем друг другу письма. Мы любим друг друга и стали одной семьей. Я хочу вдохновить каждого из вас. Если вы не сидите рядом с представителем другого поколения, найдите себе наставника и найдите того, для кого вы станете наставником. Ваша жизнь изменится. Когда-то я приняла решение сесть рядом с этой женщиной. Не думайте, что вы одиноки. Найдите кого-то, с кем вы можете быть рядом каждую неделю, и вы увидите благословение. Хороший практический совет. Я призываю всех сделать это. Бабушка, поделишься с нами? Сегодня с нами моя бабушка. Ты воплощаешь это послание в жизни. Расскажи нам, как любить ближнего. Ну что ж, я работала на радиостанции. Трое моих сыновей приехали домой в тот день, когда Билли стал молодежным пастором в христианском центре Шеридан. Хотя он был всего лишь месяц там. Чарльз приехал домой с войны во Вьетнаме, но ему нужно было вновь ехать за границу. А Джек до этого был в другом штате. Он как раз начинал там свое строительство. Самым сложным для меня было жить одной. Когда все трое уехали, я осталась одна в городе, где у меня совсем не было родственников. И вот Билли Джо смотрел на меня, пока я сидела в кресле-качалке, и сказал, мама, ты можешь состариться в этом кресле, а можешь встать и что-то для кого-то сделать, и твоя жизнь станет прекрасной. Я работала на радиостанции. Мой начальник как раз построил первый дом престарелых в городе. Он сказал, ты сможешь заодно вести и их бухгалтерию? Так что я стала вести две бухгалтерии сразу. Я решила сходить в этот дом престарелых. Я знала имена людей по документам, но не знала их лично. Я пошла туда, ходила по коридорам, заглядывала к тем, кого не знаю, молилась за них и разговаривала с ними. Затем, идя домой, я была так благодарна Богу, что у меня есть дом. Я могла ходить, разговаривать, могла куда-то поехать. И по сей день, когда мне грустно или я чувствую себя одиноко, я думаю о том, что могу для кого-то что-то сделать. Это помогает мне победить грусть и уныние. Я точно знаю в такие моменты, что смогла помочь человеку до того, как он отправился на небеса. Это очень сильно. Спасибо. Это так здорово, Шарлин. У тебя есть потрясающая история о том, как поднять глаза и проявить любовь к ближнему. Да. Мне позвонила незнакомая женщина. Она ждала помощи от церкви. Она спросила, церковь может мне чем-нибудь помочь? Мой муж полностью парализован. Я забочусь о нем. Я пытаюсь его поднять, но не могу. У меня никого нет. И знаете, эта просьба сразу тронула мое сердце. Мы смогли предоставить ей всю необходимую помощь. Но я осознала, что ей нужно общение. Ей нужно ободрение. Ей нужно, чтобы кто-то протянул ей руку помощи в это время. Она продолжала мне звонить. Когда мы приходили к ней, мы принимали причастие, и ее муж тоже это делал. Все было прекрасно. Спустя какое-то время она снова позвонила и сказала, моя сестра умерла. Я спросила, когда похороны, я приду, помогу вам. Через какое-то время ее муж тоже умер. И знаете, она снова позвонила мне и сказала, моего мужа не стало. И я сказала, что приду. Знаете, что пришло мне на сердце? Иисус сказал перед своей смертью. Женщина, вот твой сын. Сын, вот твоя мать. Он дал нам семью. Он сказал, у вас будет семья. И я осознала, когда мы достигаем кого-то, это тоже семья, которую дает нам Бог. Та женщина сказала во время похорон членом своей семьи, которые меня даже не знали. Она сказала, это моя дочь от Бога. И позже я поняла, моей мамы не стало, бабушки не стало. Я не осознавала, что в ком-то нуждаюсь, но, протянув руку помощи, я стала другом и тем самым тоже обрела семью. И я благодарю Бога за это. Это чудесно. Ты будешь моим ближним? Надеюсь, что это послание вдохновило вас и напомнило вам о Божьей цели для каждого из нас. Быть ближним для окружающих. Проявлять любовь к каждому, кто в ней нуждается. Библия говорит, что мы призваны любить ближнего, как самого себя. Вы не сможете любить ближнего, если не любите себя. Хочу ободрить каждого из вас в конце этого послания. Спросите себя, любите ли вы себя таким, как есть? Любите ли того, кем призвал вас быть Бог, если в вас ненависть к себе? Или же вы завидуете другим? Пришла пора примириться с собой. Примиритесь, полюбите себя таким, каким вы созданы, чтобы начать любить окружающих так, как их любит Бог, и так, как Бог любит вас. Задумайтесь. Ведь у Бога нет случайностей. Вы не случайность. Вы здесь с определенной целью. Бог еще не закончил в вас свое дело. Я приглашаю вас помолиться вместе со мной. Иисус, я весь твой. Я смиряюсь перед тобой и принимаю решение любить ближнего так, как ты любишь меня. В имя Иисуса. Аминь. Я верю, что Бог даст вам сверхъестественную силу любить ближнего и самого себя. Начните видеть в себе больше уверенности, больше любви. Начните смотреть на окружающих с любовью, так как на них смотрит Бог. И всегда помните ваши лучшие дни впереди. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...